шалом дорогие друзья с вами яков шатагин и мы продолжаем готовиться к светлому прекрасному веселому празднику пурим один из парадоксов этого праздника заключается в том что свиток эстер который мы читаем дважды в этот день в нем ни разу не упоминается творец нет имени всевышнего как такое может быть во всех писаниях всегда и везде написано бог сказал это бог сделал чудо такое повелел вот эту заповедь здесь нету имени бога почему эстер которая записала свиток эстер в память про праздник пурим почему она написала там имя творца но кто же есть запрещал цензуры же не было почему это очень странно говорят нам наши мудрецы что вся идея пурима это искать творца в любом событии которые происходят каждый день с нами в пурим не было открытых чудес которые мы наблюдали например праздник песок в пурим были разные разные события был заговор против ахашвироша мордыхай про него узнает он спасает царя царь решает его вознаградить и так далее и так далее по цепочке все вот эти события привели к грандиозному великому спасению но там не было открытых чудес идея праздника будем находить в любых событиях даже самых простых творца имени его там нету потому что он там везде и мы его находим находим свитки эстер в праздник пурим любой кто читает свиток эстер понимает что такие вот события и такое спасение произошло только благодаря творцу и когда мы научимся в свитке эстер находить бога на каждом шагу мы сможем и в нашей жизни находить бога везде мудрецы нам говорят скажи благословение на стакан с водой это чудо у тебя есть стакан с водой скажи благословение такое скажи спасибо богу за это все вокруг нас это одно сплошное чудо но мы не умеем жить и понимать и искать творца и находить его во всех аспектах нашей жизни для этого нам дают пурим в пурим мы находим свитки бога мы радуемся этому чуду и благодарим творца а затем весь год в нашей жизни во всех событиях радостных тяжелых событиях неважно каких мы находим творца и мы радуемся и благодарим богу за то что он ведет нас по жизни за то что давно миссию и в этом заключается радость праздника пурим и месяца адар как только ты найдешь своего творца и поймешь что кто-то тебя ведет и у тебя есть огромная миссия в этой жизни нету больше радости чем вот это вот ощущение которое должно быть с нами ежесекундно в этом заключается праздник пурим и его духовная работа месяца дарь его созвездия это рыбы рыбы находятся в воде их не видно но они там есть точно так же с богом везде 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 будем искать творца радоваться в пурим и самое главное пуримскую радость когда мы найдем нашего творца и мы увидим что он руководит каждым процессом от более маленького до более большого эту радость пурима мы перенесем и возьмем с собой на весь год пурим самое дорогие друзья